Республиканские чиновники становятся более открытыми. Сегодня об этом говорили участники круглого стола по журналистской этике. Главных редакторов газет и членов общественного совета за ним собрало Министерство печати и информационные политики Чувашия. Мой коллега Дмитрий Ковалев тоже побывал на этом заседании и готов рассказать о том, что там обсуждалось. Этические вопросы в сфере СМИ регламентирует отдельный кодекс. Пожалуй, в числе его основных можно выделить такие правила. Говорить правду, обходиться без плагиата. На заседании просто не могли не вспомнить об этом документе. Не соблюдая простые правила, журналисты могут поплатиться должностью, работой, бдят над этим сразу несколько органов. К примеру, комиссия по этике. Правда, жалоб сюда не поступало давно. Затронули участники круглого стола непростую тему взаимодействия журналистов с различными органами. Несколько лет назад добиться официальных комментариев от компетентных органов было сложно. А информация о ЧП или каких-то инцидентах доходила с большим опозданием. Скрывать информацию от всеобщей гласности принято и сегодня. Но подвижки в этом вопросе наметились. На совещании зашел разговор о недавнем пикете, который устроили верующие прямо около Дома правительства. Информация об этом появилась на официальном портале органов власти. Чиновники становятся более открытыми, подмечают члены общественного совета. Предлагаю послушать комментарии министра информационной политики Валентины Андреевой. Наш созданный портал ГАПРУ, тот инструмент взаимодействия власти, общества, бизнеса, инструмент открытости действий. Его сегодня посещают в месяц полмиллиона человек. Полмиллиона. Ежедневно более 30 тысяч. События с универсальной карты. Я специально накануне встречи посмотрела статистику. У нас посещаемость взлетела. Она и так высокая. На втором месте после пенсионного фонда. Среди всех органов власти страны. Второе место после пенсионного фонда. На круглом столе зашло речи о развитии информационной среды в республике. Уже в следующем году в Чувашии появятся две новые радиостанции. Одна из них – радиотаван. На волне стоит РИФМ. Новое средство массовой информации будет отличаться от всех. Ставку его создатели делают на информации, аналитики. Для себя мы приняли, ориентируемся, да, с учетом того, что какие мероприятия и процедуры необходимы для того, чтобы запустить радио, где-то мы ориентируемся, наверное, на август. Желательно, может быть, ко дню города Чебоксара. Мы стараемся. У нас такие планы, по крайней мере, стоят. Министр подметила и тот факт, что, несмотря на развитие интернета, до сих пор популярными остаются и районные издания. Их общий тираж увеличивается с каждым годом. И на сегодня составляет 85 тысяч экземпляров. Прошу.